Всем привет, с вами Мэдисон. Сегодня в этот праздничный день я решил вам показать самую худшую из игр на планете Земля. Она также отвратительно, педерастична и ужасна, как стартовая картинка в этом ролике. Многие могли читать об этой игре на сайте Лурк Море, кто-то смотрел видео на ютубе, но обычная публика в большинстве своём не знает, о чём идёт речь. Я проверил это среди своих друзей. Игра эта некоммерческая, хотя продавалась за деньги через интернет, так что мы имеем право её оценивать. Продавалась, надо сказать, она как последняя шмара с Мадагаскара. Подробнее об этом и о многом другом можно узнать на лурочке в соответствующей статье. Создал её Святослав Гуляев, на мой взгляд, совершенно шизанутый товарищ, который фору даст и Гамазу, и Биг Брейну, и остальным. У него вообще целый ряд серьёзных заболеваний, но согласитесь, большое количество успешных инди-игр содержат в себе какие-то такие прикольные, оригинальные, шизоидные моменты, необычный стиль и так далее. Да и среди великих людей полно конченных психов. К тому же Гуляев своял памятник, который поставили во дворе института, в котором я учился, а конченому дебилу такое всё-таки не доверят, причём памятник героям Великой Отечественной. Так давайте же посмотрим на его игру под названием «Гульман в поисках утраченного искусства». Возможно, она окажется намного лучше, чем всё, во что мы играли прежде. Хотя я уже сказал, что игра, блядь, дикое говно. Но тем не менее. Ну что ж, давайте не будем ходить вокруг да около Гульмана, а так сказать, сразу погрузимся в его глубокие недра и прочие отверстия. Так, мне предлагают выбрать персонажей «Девушка Гульмоника» и «Парень Гульман». Хорошо, что подписали «Девушка» и «Парень», а то я грешным делом мог бы подумать, что тут две девушки, или что были, вероятно, два выдолбанных из полена у ебана. Так, чё там, к недалёкому буду... Блядь, я не успел даже начать считать этот сюжет. Так, тут у нас какие-то чуваки с армянским флагом грабят Макдональдс. Что же их сподвигло на это? Из-за нехватки культурных ценностей и предметов искусства обычные люди стали дегради... Вы чё, прикалываетесь? Причём это невозможно ни скипнуть, ни... Не знаю, остановить. Я же не успел прочесть, почему армяне деградировали и начали грабить Макдональдс. Так, ну, может, мы хотя бы узнаем, почему Якубович с корешами выносит картины из... Нет, не узнаем. Так, ну, оттуда я, насколько понимаю, Зиганов на очередном съезде КПРФ предвыборном. Господи, я просто... На самом деле я нахожусь в каком-то аду из нелепых картинок и рассказа, который написал, я не знаю, какой-то парень в 7-8 лет, потому что примерно такие рассказы я писал в этом возрасте. Но самое убойное, это то, что меня пытаются заставить обосраться, видимо, каким-то коричневым звуком на заднем плане. Послушайте эту музыку. Это просто какой-то кошмар. И она повторяется и повторяется, блядь. И картинки, самое главное, не хотят кончаться. На предыдущей же написано было в конце «Удачи вам, Гульман». Всё, я готов, я уже готов стать гульменом, хоть пельменом, кем угодно. Лишь бы скорее уже закончилась эта травля коричневым звуком. Нет, это какое-то издевательство. Хуже, чем трёхчасовой просмотр каникул в Мексике. Срочно принимайтесь за задание. Срочнее уже некуда, я так срочен, просто обосрочен. Я готов, я готов приняться. Блядь, нет. Нет, это просто ад на земле. Всё, не в силах больше мучить вас. Я досмотрел эти слайды и только потом включил запись, мы сразу же попадаем куда-то на небо, причал. Не знаю, что это, блядь, что-то голубое, как и наш герой. Сам он похож на... Да если бы, вот, знаете, у Николая Баскова после «Горячей ночи любви» с Николаем Басковым родился сын-дебил, которого одевает Сергей Пенкин, то примерно так бы это и выглядело. Кроме того, похоже, что он не ходит, а хуячит на роликах. Игра со мной только что заговорила по плохому микрофону, ей-богу. Где же этот артепакт и ядресилов корень? Где же этот артепакт и ядресилов корень? Если бы я услышал такое где-нибудь за спиной в тёмном переулке, я бы испугался, что сейчас на меня нападёт педофил. Это какой-то страх просто. Ну что, брат, я... Что происходит? Почему на меня нападают какие-то гусары с милированием? Всё, я буду съяпывать одних по воде в стиле Иисуса. Я не знаю, как это ещё назвать. Господи, да. Гульман действительно очень крутой персонаж. Правда, я бы не назвал это водой, потому что она иногда становится зелёной, потом снова синий, или это коричневый цвет. Я просто дальтоник. Мне трудно различать цвета, но только что я увидел, как Гульман запустил какого-то Мексикоса в космос путём заднего сальто, и я умер. Хорошо, что я в жизни не умер. Увидев это. Но, естественно, так как мне предлагалось сыграть за Гульмонику, я не мог упустить этого шанса, этой возможности. К сожалению, мне кажется, что она давно уже умерла на каких-то роевых год-вечеринках, судя по чёрным глазам. И, естественно, после этого у неё... Господи, она тоже говорит. У неё просто отвалились ноги после того, как она долго... Блядь, я не знаю. Я даже не знаю, как обзор делать. Они постоянно... Они постоянно перебивают меня, причём её фразы накладываются друг на друга, получается, какой-то... Как будто она сексом занимается. У неё пропадает жопа, потом появляется. Мне кажется... Мне кажется, этого персонажа немного недоработали. Возможно, это какая-то аллюзия к Жанне Фриске из фильма «Ночной дозор» или «Дневной дозор», или где она там была. Вы видели? Она только что подняла ногу и попыталась поссать на куст. Нет. Я думал, что Гульман — говно, но Гульмоника ещё хуже. Давайте перестанем. Но перед этим я вам покажу, что такое покувыркаться на женщине. Вы, наверное, другой какой-то представляли под этой фразой действие. Но вот так выглядит ковыркание на женщине. Итак, возвращаемся к герою, к нашему основному Гульману. Так как у меня совершенно не получается понять, как тут вообще атаковать врагов, потому что Гульман не стреляет на ходу, иногда не стреляет стоя, то мне, видимо, придётся искать этот ебучий артефакт каким-то более хитрым способом. Как говорится, умный Гульман в гору пойдёт, короче говоря. Не знаю, как перефразировать эту фразу. Так, попасть я всё равно ни к кого не могу, и только с места могу стрелять. Ну что ж, давайте попробуем пробраться на этот VIP-особняк, где наверняка есть куча голых шлюх. Ну что, братва, будем разбираться, не по-детски. Да, будем разбираться, не по-детски, но похоже, что этот особняк оказался немножко двухмерным. Вот незадача. А это, видимо, пещера Горного Короля. Нет, просто... Просто я не знаю, на самом деле, как люди смогли это создать. Я думаю, что каждому, кто поиграет в эту игру, потом набирает вот этот голос, который озвучивал всё это действие, и говорит, что ты умрёшь через 7 дней, потому что больше ты уже не являешься полноценным человеком, и ты уже мёртв в душе, как и создатели... Как и создатели этой игры. Извините, я постоянно прерываюсь, чтобы услышать очередную фразу нашего неповторимого Гульмана. И помимо этой суперозвучки... Блядь, я прошёл сквозь эту решётку, а назад пройти не могу. Вот бы это так же работало, я не знаю, в КПЗ. Ну так вот, помимо этой совершенно зубодробительной озвучки русского Дюка Нюкема, та самая коричневая музыка, коричневый звук, он продолжает играть и повторяться. Мне кажется, во всей игре будет. Ну, наконец-то я нашёл автомат, теперь у меня есть автомат Йо-Хо-Хо, и уровень начинает представлять собой какую-то вечеринку, фейерверк-вечеринку с гей-байкерами из открытого космоса, строителями, гусарами, мексиканцами, у которых синяк под глазом. Полезу я опять в гору, может, там как-то поспокойнее. Салют, счастье высокого гостя, блядь. Залезаем, видим край света. Ну что ж, автомат-то, конечно, намного лучше стреляет, хотя и тоже убивает непонятно по какой системе. Стреляет он, естественно, чем-то белым. А теперь мы достаем ржавую черепаху-сковороду. Say hello to my little friend, motherfuckers. Ну просто супер. Черные деньги, к сожалению, не берутся, как не берется ничто в этой игре, ни аптечки, ни оружие. Но зато эти деньги ласкают мой пах. Так. Я даже не знаю, что еще можно показать. Ну, пожалуй, я кину зеленую каку. Вот. Кстати, все оружие тут изначально у вас есть, при этом почему-то начинаете вы с абсолютно бесполезным пистолетом, не зная, что есть в другие пушки. В общем, я пока попробую разобраться в этой игре и попробую хоть что-нибудь пройти. Увидимся чуть позже. Итак, я все-таки смог пройти первый уровень. И наградой мне стала еще одна порция слайдов с абсолютно ебанутым рассказом, в котором еще и куча каких-то адовых совершенно ошибок свойственных только шизофреникам и пятилетним детям, которые русского языка просто еще не знают. Это просто ад, поэтому смотрим, что нас ждет на втором уровне. Мы попадаем куда-то в Голландию, насколько я помню. Ларису Ивановну хочу! На каждом уровне, кстати, стоят телефоны. Я не знаю, почему, может, это что-то к матрице относящиеся. Смотрите, это же гульмоника за деревом, похожим на эскимо. Да. Но у нее, видимо, какая-то противо-ббпе защита, потому что убить ее абсолютно невозможно. Я знаю, как можно сделать этот момент еще тупее. Вот так вот. Теперь, мне кажется, все, так сказать, черты шизофрении налицо. О, ладно, все, хватит издеваться, оставим гульмонику в покое, умирать она не хочет. Так, что мы видим? Какие-то непонятные отели. Кстати, уровень довольно красочный по здешним меркам. Еще одна гульмоника, которая бежит в стену. Может быть, я что-то не понимаю, может, это довольно интересное занятие. Нет. Это фраза и коричневый звук, вы слышите на протяжении всей игры миллион, где-то миллион двести раз, поэтому я тут же полез в настройки, чтобы, наконец, отключить это. Что я увидел? А увидел я то, что в меню настройки написано музыка и звуки, и больше ничего нет. Никаких ни бегунков, ничего, вообще никаких настроек в этой игре нету. Так что... Гульман. А теперь то, что я понял из механики этой замечательной игры. На каждом уровне вам надо найти какую-нибудь Елдовину. Например, тут бомба с замерзшим навсегда секундомером. Мы ее подбираем и тут же начинаем ехать, бежать я ее, это не могу назвать, можно сказать, плыть к ближайшему мусорному баку, который появляется на карте. Вот в данном случае он на заднем плане. Можно пострелять в гусар Азиши, Мразиши и кто там еще был, гульмоник. Ну и ныряем в этот мусорный ящик и опять еще одна порция картинок. Теперь мы из Голландии отправляемся в Рим. В Риме нам надо найти статую Венеры и не спрашивайте меня, что происходит сейчас на экране. Да где же этот артефакт? Я влюбил его. Пиздец, хватит, сука! Вы меня простите за мой матый крик, но просто эту фразу я слышал где-то 50 тысяч раз. Ну и к тому же я не сильно соврал. Как видите, Венера не берется, поэтому она просто сверлит мне жопу. Ну я там прокричал, что в пизде, но это ведь легко исправить, потому что механика игры так сказать позволяет. Так, какая там клавиша? А, вот. Теперь Венера в пизде. Просто, просто жесть. Следующая миссия, мне кажется, как-то странная и неуместная, потому что Гульман ищет Коран в Тадж-Махале для Махараджи. Причем написано, что Гульман, как знаток искусства, прекрасно знает, что в Тадж-Махале хранится Коран и что он является ценной книгой у мусульман, как Библия у христиан. Но чтобы знать последнее, не обязательно быть на таком искусстве, достаточно не быть Дауном или Гульманом. А какой Коран хранится в Тадж-Махале и Ахазе? Там есть какие-то изображения на стенах, связанные с этим? Но... И вообще, зачем Махараджи Коран? Махараджи, это вообще какие-то там вишнаиты. В общем, зачем я вообще об этом всем думаю? Написал, это полнейший кретин, поэтому давайте просто посмотрим. Вот так вот выглядит жемчужина Индии в интерпретации создателя игры Гульман. Прямо, скажем, выглядит как говно даже издалека. А это я уже на самой крыше Тадж-Махала пытаюсь разглядеть ствол Гульмана. Да, что-то ствол совсем проржавел, так и запустить недолго. Надо срочно к урологу обращаться к Гульману. Кстати, Коран тоже тут неподалеку нашелся на одном из куполов. Вы только оцените сюр моменты. Гей в розовом пиджаке в стиле Нео прыгает по Тадж-Махалу, чтобы спасти Коран, лежащий на одном из куполов от олигарха по имени Дон Винченто. Я считаю, что именно таким должен быть сценарий нового Индиана Джонса. Вы согласны со мной? А это усыпальница ацтеков, и тут мы встречаем кровожадного, коварного босса Дона Винченто самого. Честно говоря, он выглядит довольно улыбчивым стариком, но я не знаю, видимо, он все равно кровав и гораздо хуже, чем пидорастичный Гульман, поэтому просто сваливаем. Убивать его не надо, мы, как всегда, просто ищем помойку, чтобы уйти с этого уровня. Ну и последний уровень, ради которого я, собственно, играл, это уровень на Красной площади, ведь всем известно, если сделать хоть какую-нибудь Москву в игре, то игра будет лучше покупаться. Там было написано, что мы будем бороться против каких-то снайперов, но это все херня, потому что мы опять будем бороться против гульмоники, каких-то гусар и мразиша, так что давайте просто посмотрим. Так, это у нас Красная площадь. Ну, Красной площади сейчас уже никого не удивишь, так что давайте посмотрим на остальную, так сказать, Москву. Да. Да, именно так она и выглядит. Дорогая моя столица. Вот. Я прям чувствую запах этих дорог. Каждый раз, когда я захожу на Красную площадь и оборачиваюсь, я вижу именно такие фотообои низкого разрешения. Эх, а я иду, летаю по Москве. Да. О, кстати, вот это пятно, это кажется я. Да, да, точно, я, потому что в тот момент я как раз шел рядом с дорогой, да. Естественно, на Красной площади есть мавзолей. Когда к нему подходишь, начинает играть какой-то азербайджанский дабстеп. А, да, я даже не знаю, кому этот мавзолей трудно прочесть. То ли панин, то ли... В общем, говно текстурка. Кстати, несмотря на то, что это последний уровень, я игру не прошел. Вот в этот момент меня убили рядом с каким-то непонятным черно-коричневым уебищем, который я так и не смог опознать, который вы видите по правой стороне экрана. И я на этом просто забил, потому что сил моих больше не было. Я желаю вам всем пройти эту игру самим. Для меня она, слава богу, овер. Все. Я очень рад, что это все закончилось. Те, кто был со мной рядом, пока я играл в эту игру, не дадут соврать. После этого я спал два часа в холодном поту, рыдая, как девочка. Мне снилось, что ко мне бежит куча мужиков и я отстреливаюсь от них белой плазмой. Это просто какой-то кошмар. Я искренне полагаю, что где-то есть параллельная вселенная, в которой Митя Фомин мужественный чувак, а дети в розовых пиджаках играют в песочнице Гульмана огромными фаллоподобными пистолетами. Кстати, хорошая идея, дети, если вы меня смотрите, а вы меня смотрите, то вот вам развлечение на ближайшую неделю. И заучите обязательно коронные фразочки Гульмана. Вот. Я даже не знаю, что после этого педерастичного проекта нужно пройти какое-то очищение. И мне кажется, вот оно. От создателей Doom и Quake. Почему-то я не забыли указать, что еще и от создателей Dicatana. Но это, не знаю, почему я исправил их. Rage. Это будет следующая, наверное, игра. Кстати, я совсем забыл упомянуть, что Святослав Гуляев, он сделал не только игру Гульман, он еще и сделал мультик, о котором он сам пишет на своей странице. Приключения Гульмана или Кровь планеты самый первый мультфильм известного художника, классика живописи 21 века. Сделан он был в 2003-2005 году, отредактирован автором в 2007, после чего на 30-м международном, видимо, блять, международами Азербайджана и Таджикистана. Кинофестивали в рамках молодежного фестиваля Мобилкинофест в категории лучший мультфильм мобильного кино вышел в финалист и был награжден дипломом анального величия. Ну, анальное величие, это я просто так добавил, просто дипломом. Ну, раз уж мы сыграли в игру, то давайте посмотрим и на мультфильм. Давайте посмотрим на мультфильм. О, стало солнце! Вставай! Вставай, хозяин! Вставай! Вставай! Сейчас господин Накур и его дочь Ламантина встретили по с вами. Ох, Я даже не могу себе представить, как она прекрасна. Я хочу представить тебя, художника Гульмана. Надеюсь, творческая работа не даст вам скучать. Что с вами случилось, Ламантин? Ничего, не обращайте внимания, ресничка. Я прочитал ваши слова, возьму на себя охранников. Вперед! Вот они, смотри, надо что-нибудь придумать. Да, надо выстрелить в них. Стреляем! Полежали! Вперед! Ну что, чуваки, не ждали Гульмана, а он вам сейчас. Начистит хлебало, спасет артефакты, весь мир он спасет. Потом толстый член сатаны отсосет. Стрельба где-то в Риме, стрельба в Ташмахале. Он попки драть будет противным нахалом. А если в семье завелись наркоманы, зовите скорее на помощь Гульману. Это Гульман, он стреляет белой плазмой. Это Гульман, повергает шок маразмом. Это Гульман, ходит бродит по воде. Это Гульман, не оставит нас в виде. Это Гульман Он стреляет белой плазмой Это Гульман Повергает шок маразмом Это Гульман Ходит, бродит по воде Это Гульман Не оставит нас в виде Это Гульман